Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Дорогие коллеги, хотелось попросить помощи и совет. Проблема в том, что я пришла на место моей подруги работать в детском саде. Согнулась с неадекватной коллегой, доп. музыку ведёт. Которая сплетняжит при меня, рассказывает, какая я плоха. Я дружусь с женщиной на кондитере, она даёт мне советы. Эта неадекватная дама начала ей высказывать, зачем она влезает в наши ссоры, и она за меня. Сегодня случилось так, что эта неадекватная женщина звонала страницу моей подруги и стала писать в её странице кондитера. Ах, так, к кондитеру. Почему она типа меня гнобит? Я эту дуру в чайность подограбаю, я хочу сходить к методисту и заведующей, что не хочу с ней работать. Как бы вы поступили? Такой у нас, в данном случае, получается, заправок. Значит, на что хочется обратить внимание? В первую очередь. В первую очередь хочется обратить внимание на то, что вы вроде как, ну, вы говорите о том, что мы коллеги, вот. Ну, при этом спрашивайте почему-то нас. О том, как бы, мы поступили. На мой взгляд, если вы, ну, психологов, да? Если вы называете коллегами, то вы, наверное, понимаете, что советов или советы психологи не дают. То есть мы не занимаемся тем, что даем совет. Мы помогаем разобраться в себе в большей степени. Я думаю, что если ваша проблематика носит характер больше юридического плана, то вам нужно обратиться, значит, и к юристу, и действительно обратиться к начальству, вот. Чтобы они вам как-то помогли в этой, ну, в этой ситуации, вот. Потому что человек действительно на самом деле нарушает объективные, адекватные нормы поведения. С другой стороны, вы производите впечатление человека, который несколько неуверен в себе. Вы производите впечатление человека, который нуждается в советах. Вот. Вы производите впечатление человека, который сам сомневается в том, как ему себя вести. И, на мой взгляд, это является проблемой, то, что вы как будто бы не до конца в себе уверены. Да, конечно, сплетни, которые распространяют человек, неприятны. Это факт. Сплетни появляются из-за недостатка информации. То есть, когда вы пытаетесь с чем-то бороться, вот, когда вы пытаетесь чему-то сопротивляться, вот. Когда вы активно стараетесь чего-то избегать, вот, появляется недостаток информации, этот самый недостаток. Информация влияет на то, что формируется у других людей в качестве образа. В качестве, ну, вашего образа. Образа вашего. В, условно говоря, глазах других людей. И, на мой взгляд, это, конечно, является довольно серьезной проблемой. Именно, вот, именно, нехватка образа. Эээ, нехватка информации. Именно, нехватка информации. Вот, я бы сказал, так. То есть, здесь, проблемы. А, является именно это. То, что формируются сплетни. Формируются сплетни. И формируются они именно за счет нехватки информации. О вас. Вот. К сожалению. Вот. Собственно говоря. С этим вам и нужно, на мой взгляд, в первую очередь, разобработать, чтобы формировать у людей именно тот образ, который хотите вы. А не тот образ, который формируют они сами, например. Посредством своих действий, ну, посредством своих решений, посредством своих, своей собственной активности и так далее. Ну вот. А, вопрос, вопрос о том, как бы вы поступили, я думаю, некорректный. Вот. Ну, на мой взгляд, это некорректный вопрос. Психологи не могут отвечать в таком стиле. Вот. Вот. Я думаю, ну вот, по крайней мере, на что бы я обратил ваше внимание, да, это на то, во всем ваша боль. Здесь, в этой ситуации. То есть, ну, задевает ли как-то вас, ну, допустим, задевает ли как-то вас вот эти самые сплетни, которые распространяет эта женщина, да? А если задевает, то как, каким образом задевает это? То есть, ну, как вам от этого больно конкретно? Это, на мой взгляд, то, на что вам нужно обратить свое внимание. Вот та боль, ваша боль, и является, в данном случае, основой для возникновения негативных эмоций и того, что вы, собственно, говора написали свой вопрос. Вот. То есть, вас это как-то задевает, вам это как-то неприятно, вам от этого как-то больно и так далее. Вот. Ну, я мог бы предположить, мог бы предположить, вот только предположить, что, возможно, вам хочется поддержки. Вот. Возможно, вам хочется поддержки. Возможно, вам хочется, чтобы вас как-то одобряли. чтобы вас как-то ценили больше, чем это происходит сейчас. То есть, возможно, вы сталкиваетесь с каким-то своим собственным дефицитом. Вот. То есть, есть какой-то у вас дефицит. И... Вам нужно увидеть этот дефицит. Заметить его. Потому что, именно вследствие того, что вы его не замечаете, и именно вследствие того, что вы его проживаете косвенно, не видя, не видя того, что он у вас есть. Вот именно это, на мой взгляд, и делает вам больно сейчас. Ну, вот. В смысле... В... 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 Вашем... Вот... Э... Скажем так... Э... Э... Ну, текущем положении. Вот. Понимаете ли? Соб... Собственно... Э... 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 Что там... А... Э... Э... Э, Э... 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 к вам относиться вот таким образом будет еще довольно много вот и вам придется с этим как-то жить и на это ну придется как-то реагировать на всех не хватит нервов ну я думаю что в принципе вы сами возможно это тоже понимаете как-то так пожалуй я надеюсь что вам это было интересно и полезно я хотел бы пожелать вам всего самого доброго и удачи вот обратная связь по моему ответу позволит вам сформировать базовые постелаты по психотерапии вот обращайтесь всего вам самого доброго